Дай почитать. Дай почитать. Но те, кто учился на филологическом факультете или читал неледенцовые, адаптированные для детей сказки Шарля Перу или Братьев Гримм, ничего нового практически из этих лекций не узнают, кроме перекличек с кинематографом, мультипликацией, иллюстрациями. Например, рассказывая о Золушке, Макаров анализирует версии этого сюжета, вспоминает о комической опере «Рассине» «Золушка» или «Торжество добродетеля», о балете Сергея Прокофьева «Золушка» по сказочному либретту Николая Волкова. Кстати, балет был создан в годы Великой Отечественной войны, что танцевали партию «Золушки» Ольга Лепешинская и Наталья Дудинская, но самая выдающаяся из всех «Золушек» Галина Уланова. Рассказывает о различных постановках. Особое внимание уделяет судьбе этой сказки в кинематографе, разумеется, вспоминая о фильме Михаила Шапира и Надежды Кашеверовой 1947 года по сценарию Евгения Шварца с Яниной Жеймо, Фаиной Ироневской, Эрастом Гариным. Да, и, конечно, мы запомнили навсегда крошки мои за мной, какое сказочное свинство и связи с связями, но надо и совесть иметь. Никакие связи не сделают ножку маленькой, а душу большой. Также подробно и интерактивно рассказывает Макаров и о красной шапочке, спящей красавице, мальчике с пальчике, синей бороде, белоснежке. Чтение этой книги легкое и не пустое. Есть опечатки, ошибки, но, в конце концов, мы же не пропа с Юнгом решили почитать, а так на досуге посмотреть на привычное под новым углом 18+. Это и многие другие книги вы сможете найти в магазинах «Читай, город» по адресам Преображенское 65, Ленина 103А, Луганское 53 и Волково 6А. До новых встреч! Дай почитать! Дай почитать!